Приветствую вас на первом циничном канале. Друзья, вчера на стриме, на лайв-канале, я сделал объявление, что организуйте встречи. Кто выскочил сейчас из России, находится, может быть, кто-то в затруднительном положении, кому-то нужна информация, какое-то вспоможение, а кто-то, может быть, готов оказать какую-то помощь. Организуйте встречи. Пишите мне, я просто сейчас повторю объявление, потому что, может быть, кто-то на стриме не был, и потом информация уже по тем, кто написал, по встречам. Так вот, суть в чем была, что вы можете взять на себя роль модератора, пишите мне письмо на почту. Почта будет указана в описании этого сюжета. Пишите письмо, что хотел бы организовать встречу. Там в этом, в теме укажите модерацию, допустим, встречи. Соответственно, вы указываете, где и когда. GPS-координаты кидаете. Где бы вы хотели собраться. Меня на этих встречах не будет, но там больше вам обменяться опытом, потому что сейчас люди находятся в растерянности, кто-то практически в панике. Вот, поэтому все еще вопрос открыт. Пишите, кто готов организовать встречу. На данный момент сразу же объявляю встречи. Мне сейчас отписало два Камрада. Один уже я с ним переговорил. Один вот только я сейчас приехал с улицы. Я сейчас переписываюсь с ним. Поэтому смотрите, первая встреча в Минске. Вторая встреча в Стамбуле. Но по Стамбулу я сейчас ответил. Камрад сейчас уточнит время. Первая в Минске. Давайте тогда сделаем так. Я сейчас говорю место и время в Минске. А в Стамбуле смотрите в описании этого сюжета. Как только у меня появится информация с Камрадом Согласуя о Стамбуле, время и место я там сразу же напишу. Поэтому, если вы, допустим, смотрите, там еще ничего нет, зайдите, перепроверьте, и там будет встреча. Итак, давайте по Минску. В Минске встреча состоится 5 октября. Минск. Остров мужества и скорби. Да, ни много ни мало. На реке Свислочь. В центре города. В описании будут GPS-координаты. Дальше. Время. 19.00. 5 октября. 19.00. С Москвой оно совпадает. Так, ну, я зачитаю, что Камрад написал, чтобы вы примерно понимали, как бы, организацию Камрада, но вы можете с любыми вопросами заходить. Так, сам приехал из России пару дней назад. Хочется обсудить дальнейшую эмиграцию. Со мной можно связаться через Телеграм. Телеграм его будет указан в описании. Так, а вы в шляпе? Или через почту. Почта его будет указана в описании. Собственно, вот. Дмитрий Камрада зовут. Все, организуйте встречу. Можете посмотреть, что я там советовал на стриме, каким образом организовывать. Но я думаю, что Дмитрий знает. Раз он написал, то, соответственно, он это со стрима знает. Так вот. И еще, Камрады, к вам, именно к Минским. Большая просьба будет. Обсудите вопрос. Может быть, у кого-то есть информация точная. По должникам. Могут ли сейчас выскакивать должники? Во-первых, выпускают ли через Минск? Во-вторых, конкретная ситуация. Допустим, если кто-то каким-то образом попал в Беларусь козьми тропами, то есть он выскочил из России. Я знаю, что там есть какие-то проводники, фиговики. Люди проходят козьми тропами. Допустим, он вышел козьми тропами с долгами. Минск, сами понимаете, место не очень надежное. Поэтому оттуда надо убираться. То есть как перевалочный пункт, да. Вот эту тему обсудите. Дмитрий, тогда мне, если будут какие-то видеоматериалы встречи, а желательно, чтобы они были, направляй, я размещу. Вот этот вопрос тоже нужно. Потому что сейчас очень много комрадов пытается выскочить. Все в долгах, как в шелках. Алименты, кредиты, все понятно. Что такое роль мужчины в России, понятно. Поэтому в алиментах все и так далее. По долгам поговорите на предмет выскакивания. Да я думаю, что даже на встрече таковые будут. Все. В описании все подробности. Идем дальше. Встреча по Стамбулу. Я зачитаю ту информацию, которую прислал Камрад. Не грузится нифига. Это что он прислал. И то, что я у него уточню. Это GPS. Нет, ну это не интернет, а трэш какой-то. Вот. Я у него уточню координаты места. Смотрите, пока грузится... Дичь какая-то просто. Так. Да. Пока грузится, что-то хотел сказать. Стамбул... А, вот что. Я ему предложил также 5 октября, но не знаю подтвердить ли. Может быть, время будет другое. Я хотел в одно время с Минском встречу провести. Чтобы как-то вам попроще было не запутаться во времени. Кто в Минске, а кто в Стамбуле. Вот. Я этот интернет труба шатал. Называется. Это просто какая-то дичь. Так. Сейчас в Стамбуле готов организовать встречу. В кафе возле ТЦ Пеликан. Это район Афсилар. Вот. Ну, может быть, найдете по таким координатам. Но это самое. Тут еще нету даты. Даты и времени организации. Вот. Смотрите в описании. Надеюсь, она будет уже через какое-то время. Вот. То есть ориентировочное место пока что возле ТЦ Пеликан. Район Афсилар. В принципе, по этим данным место вы найдете. По навигатору. Вот. Время и дату. Опубликую чуть позже. Надеюсь, что Камрад ответит. Камрада зовут Михаил. Из его данных у меня пока что только почта, с которой он написал. Вот. Я думаю, что он какие-то еще, может быть, координаты пришлет. Вот как-то так. Если вдруг... Да ладно. Я хотел сказать, если вдруг Михаил не выйдет на связь, то вы можете там и сами организоваться. Ладно. Пока что давайте так. Если он не выйдет на связь, то, соответственно, я просто сам укажу координаты, и все, и вы там сами организуетесь. То есть раз уж объявил, то пусть пройдет. Ну, тогда без модератора. Вот. Просто координаты и время укажу. Кто придет, тот придет. Ну, вот, друзья. Такие расклады пока что. Пока что Минск и Стамбул. То, что я говорил, организуйте встречи, все в силе. Грузию хотелось бы видеть. Посмотрите там Тбилиси, Батуми. Вот. Потому что очень много сейчас туда перебежали. Я бы советовал Казахстан все-таки. Камрадов откликнуться. Много перебежало туда. Ну, и, собственно, весь мир. Вот. Турцию то же самое. Просто я говорил, что я на них пока что не участвую на этих встречах. Вот. По Турции, если Камрады не вызовутся, не вызовутся, по Турции, я тогда ее назначу сам. Но там не будет модератора. То есть, скорее всего, она пройдет в том же Коноклы, где проходила недавно встреча мужского движения. Вот. Время и там GPS я скину. Ну, грубо говоря, кто соберется, тот соберется. Вы сами там вдруг поймете, что это вы. Вот. Познакомитесь, поговорите. Пока что Минск, Стамбул.